Ну вот, продолжение. Вот здесь вот мятина была, была и всплыла. Теперь продолжаем выклеиваться. Ну вот, вот такой набор оружия. У нас молоточки, вот они клипсочки, спиртик и карандашик, которым, опять же, я повторюсь, я размечаю. Каждый раз размечаю, допустим, вот она у нас умятина. Я размечаю там сверху, снизу, с боков и обязательно ставлю, чтобы я чётко не сюда, не сюда, никуда, а вот чётко в центр поставил грибок и дёрнул. Ну, правильно, туда-куда. Вот, дёргаю я либо минилифтером, либо молоточком. Ну, в данном случае здесь, как бы, вот здесь он нам дёргал минилифтером, а здесь, наверное, всё-таки сейчас посмотрим, как оно будет. Ну, в принципе, вмятинки тут небольшие. Вот, я отстреливать не буду, не отстрелилась, потихонечку. Вот, сейчас посмотрим, что там у нас случилось. Интересно, да? Вот, что у нас там получилось. А у нас получилась аккуратная маленькая шишечка. Вот, не надо было отстреливать, но чуть оборщину. Сейчас я её, конечно, забью. И всё будет хорошо. Вот так вот потихоньку, 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 потихоньку. Будем работать. Ну, вот, смотрим, вторая вмятинка вот здесь вот была. Вот здесь вот. Всё уже. Оно будет незаметно на улице. Теперь у нас на очередь это. Я почему вот эти лампочки ставлю? Конечно, народ может сразу вопросы задать. А чё ты работаешь вот так? Почему? Потому что, ну, жалко мне вот лампочку. Вот, если она рубанётся, она побьётся. Всё-таки она тяженькая. И как-то мне её жалко. Она новая, красивая ещё. Вот, тем более, что вот Жекина лампа. Что одна, что вторая, вот эта не падает. А вот эта падала уже частенько. Я со счёта сбился. Но она упала. Я её поднял, стекло наставил. И работаю дальше. Вот, уже падала она сколько раз. То есть, ей это не страшно. А если лызнется вот эта вот лампочка, я думаю, будет ей обидно. Поэтому я не хочу экспериментировать. Хоть там и пресса большая, всё. Ну, как-то жалковато её. Вот. Ну, и с другой стороны потал я в той лампочке. Теперь надо поработать чуть в этих. Вот, периодически я как бы либо этой, либо этой пользуюсь. И всё нормально. Вот, надо, как говорится, менять. Ох! Какие мультики раньше красивые были. Ну, вот. В данном случае вот такой грибочек у нас. Потому что у нас вот такая ссадинка была. Не вмятина, а как бы заломчик. Поэтому тянем таким грибом. Соответствующим повреждению. Вот она, наша разметочка. Вот наше место. Сейчас замываем и смотрим. То ли ещё дёрнуть, то ли забить. Ну, что же. Вот как мы видим. Хороший, аккуратный, такой плавный плюсик. Его остаётся только забить. И перейти к следующему повреждению. Вот так. Не торопясь, потихоньку. Вот мы видим, что всё у нас ровночко. Вот оно, это местечко. Вот оно у нас. Тут маленькие, вот две помарочки. Но опять же, это ни о чём. То есть, вот такие вмятины. Да, они как бы делаются. И переходим вот к следующему. Вот, выбираем. Ну, что хочу оговориться сразу. Для того, чтобы работать, как вот мы говорили. Вот, 19,5, 19,1. Вот, 15,6,7,8,9,10. Здесь уже больше. Вот, петра у нас. Вот так вот греет. Так у неё на выходе. Вот, здесь у нас, на рабочей поверхности, где мы работаем, вот. Должна быть примерно такая температура, чтобы, ну, и комфортно, нормально работать. Вот, а иначе будут какие-то нюансы. Вот, поэтому технологию не нарушайте. Вот, натопились. И дальше работаем. Ну, вот мы видим. Здесь было раз, два, три. Ну, продолжаем дальше. Вот, дальше, как бы, я не вижу, что делать. Не вижу смысла тут повторяться. На каждой вмятине снимать, какая была, какая она стала. Вот, смысла никакого нет. Мы видим, вон, эти вмятинки, их видно. Вот, потом, после ремонта, их уже не видно. Вот, и всё, как говорит, снимать больше нечего. Вот, 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 вот. И смотрим. А вот здесь вот, краю элемента. Вот, как я говорил, все машины жёванные, вот, и на дни. Но невозможно согнуть так металл, чтобы всё было ровно, гладко. Остаются вот такие, вот, позволение сказать, пожёванные места. Вот, понятно. Да? Поэтому не удивляйтесь, когда на машине в лампе вы так ещё увидите. Это на заводских моментах, как бы, нормальный вот событий. И ещё раз вот покажу. То есть, вот, тоже мне говорят, как это пожёванные. Вы говорите, вот, в своём видео пожёванные. Вот, на краю элементов, где-то под усилителями, ещё где-то. Вот, такие вещи. Это, как бы, норма. Сейчас я попытаюсь увеличить. Вот. И пока. Вот. Это завод. Ничего тут не побили. Ничего тут не поломано. Точно так же и на двери. Вот. Это завод. И ничего тут страшного нет. Если бы всё вот так делали, выводили, то это был же Роллс-Ройс или ещё какой-нибудь Коделак, или запредельной был бы автомобиль. Ничего, я немножечко забью. Шишечки. Вот, ещё одно тут высмотрел. Да, вот оно. Сейчас подёргаемся, приведём всё в порядок. Всё видно, что всё ровно. Вот. Продолжаем. Ну вот, посмотрим, что тут у нас было. И что-то стало. Вот. У нас было пожёвано. Остались только вот эти вот вещи. Так же, как и я вот говорил, я на крыле делал, немножко пожёвано осталось. Ну, конечно, побольше. Вот он, завод. Как я его тут не поправлял, но складку эту сделать не представляется возможно. Да и не нужно. Кроме нас с вами, никто её не видит. и не увидит. Вот. Ну, я, конечно, вот это делать не буду, потому что я это не смогу сделать и никому это не нужно. Вот. Оно тут со всех сторон. Если начнёшь присматриваться, вот и здесь, и там, и везде всё будет криво и косо. Поэтому. Лучшее враг хорошее. Вот. Ровно, 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 ровно. Всё, идём дальше. Это небольшой прострел был, потому что вот здесь вот пожёванность была. Да, на всех машинах, на новых, вот эта машинка прекрасно сохранилась, прекрасно. В реальном состоянии, на мой взгляд, вон, куда ни посмотри, везде высота, чистота. Вот сейчас включу свет. Вот, взял я лампочку. Вот. Пожалуйста. Всё везде чистенько. машина 50, ну, почти 60 тысяч прошла. Вон, посмотрите. Идеально, чистенько тут. Просто вот, везде, любая, там, читается. Вот. Всё чисто, всё аккуратно. Да, небольшая ржавчинка, вон, есть там. Там, 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 ну, это как бы, плачьи. Вот. Остальное всё чисто, ровно, красиво. Вот, в своих местах. Уфа, уши не отломанные, не отбитые. То есть, видно, что машина не билась. Вот. Всё ровно, красиво. Вот я снимаю. Чистенько. Так же и в салоне. То есть, вся машина вот такая. Всё чисто, аккуратно. Ну, а тем не менее, вот если, сейчас взять, снять, допустим, рамки. Вот сейчас я увеличу. И начну, как снимать. Мы видим, что вся она вот такая. И то, это ещё маленькое увеличение. И машины жёванные. И в этом ничего страшного нет. Поэтому, какие-то маленькие помарки, но не специально сделаны. Вот здесь вот так получилось, что приходилось острым крючком, как говорится, выковыривать, потому что складки были. Так же, как и вот здесь на двери. Ну, ничего ты не сделаешь. Да и не надо. Уже то, что было раньше, здесь, глаза бросалось, вот такая блямба, размером, вот так. Вот так залом был. Вот так вот потянут. Помятина. Всё, уже ничего нету. Уже всё хорошо. Но это я себя не успокаиваю. Я просто объясняю и позицию, и людям, как говорится, вот линия пляшет. И что? Ну, неровно. И что? Никто с пределью не предъявляет. Из-за этих вот, таких вот нюансов, никто не будет ничего не пашивать, не переделывать. Как ездили, так и ездить будут. Вот поэтому, как говорится, там, где надо, там надо проявлять аккуратность, настойчивость. А вот уже к мелочевке, к такой, ну, смысла придираться никакого. Вот. Вот я о чём хотел донести до людей. Вот интересно, похоже, что на это же градина как-то срикошетила или чётко. Вот можно прикладывать, вот чётко отрисовалась. вот раз, и вот здесь вот чуть дальше ещё вот блик вот маленький тоже, вот он. Сейчас попытаюсь увеличить. Ну-ка, настраивайся. Вот. Прямо рядышком заломчик. Один и вот чуть выше. Вот такая умятина. Или упала, может быть, когда-то. Вот. Ну, факт не в этом. Просто бывают такие интересные как бы вмятины, когда вот она раз-два большие-больших подальше и две маленьких поближе. Вот так вот. Так что всё, что хочешь попаться. Ну, вот такой вот вырисовывается раскладец. Сейчас ещё немножко подёрнем, и всё. В принципе, вмятинки сделаны. Ну вот, смотрим, что получается у нас. Вот. чуть-чуть ещё вот здесь надо поднять и подпробить. вот такая вот замятинка ещё маленькая есть. И чуть ниже надо принять. Вот и всё. Так что не так всё страшно. Вот, ещё раз показываю. вот здесь вот. Ещё и маленький нюансик остался. Так. Ну, вот это место. Вот маленькая складочка такая. Микро осталось. Это всё фигня по сравнению с мировой революцией. Её практически не видно тут. Вот и переходим дальше. Продолжаем. Не заметить такую блямбу нельзя, да? Вот. Чуть-чуть лишка я перетянул запильку. Вот. Ну, будем сейчас исправляться. Надо вот здесь вот разбить. Надо вот здесь разбить. А потом уже разбивать мой бугор. чтобы не получилось складки. Смотрим, что получилось. Вот я сейчас увеличу место. Смотрим. остались вот тут микро-ракраскладка, которую можно ещё чуть забить и ещё чуть поднять. Вот здесь тоже можно чуть забить. Но опять же, если сделать вот так и встать к машине вот так, то ничего такого здесь видно не будет. Ну, сейчас заделаем. Ну, чуть осталось тут. Но опять же, это уже ни о чём. Уже надо обращать внимание под увеличительным стеклом. Просто я показываю, что идеально всё равно не сделаешь, как было. Вот. Всё это досужие вымыслы, что в ноль делать не делается это всё в ноль никогда. Всё равно там складки, микро-складки, что-то всё равно остаётся. Вот. Какая-нибудь вот. Как мы видим. Вот. Ну, ладно. на сегодня наверное хорош уже.